Звук выключает. Где первый ряд? Эти вот люди, эксперты первого ряда. Что-то у нас не все, по-моему. Ну, подойди. Они здесь. Пусть отлигаются пиратным звуком. Конечно. Всем доброе утро. Добрый день. Продвижение Востока не прошло и года, как мы вновь оказались здесь. Ранее был Владивосток, сейчас это Хабаровск. Безусловно, когда собирались в Хабаровск, очень много было вопросов, почему это Хабаровск. И о чем мы будем говорить. Долго мы формулировали тематику, потому что, как кажется нам, вопросов актуальных и проблемных на сегодняшний день становится только больше, вызовов больше. Но, несмотря на это, и железная дорога, и клиенты предлагают свои решения, поэтому мое предложение и ответ на сегодня в открытом формате, как это всегда у нас предусмотрено, поговорить о том, что не устраивает вас, уважаемые клиенты в зале, уважаемые спикеры, именно клиенты, именно грузотправители, владельцы того самого груза, который обеспечивает погрузку на сети российских железных дорог. И, конечно же, в открытом формате услышать ответы от начальника дороги, от центрального аппарата, почему вы сегодня едете с той или иной скоростью, почему вы сегодня стоите, и чтобы вы понимали, а почему вы в принципе сегодня едете, как реализовывается программа и БАМ-2, и что нас ждет в рамках реализации проекта БАМ-3. Поэтому давайте сегодня поговорим откровенно. Территория очень интересная. Здесь большая конкуренция все-таки в железной дороге и автотранспорт. Мы говорим и о водных артериях, безусловно. Поэтому на фоне конкуренции всегда интереснее общаться с клиентами, которые могут уйти, а могут перейти, а кто-то возвращается. Я представляю участников нашей дискуссии, и после мы начнем. Безусловно, главный наш спикер на сегодня – это Евгений Владимирович Вейда, начальник Дальневосточной железной дороги, филиала компании «Российские железные дороги». Спасибо, что вы нас всех опять собрали, и спасибо за тот настрой, который вы ранее нам подарили. По факту мы, конечно, спросим, как оно прошло, но пока у нас позитив. Дальше у нас среди спикеров также сегодня присутствует Андрей Юрьевич Гречкин, генеральный директор компании «Дальрев Транс». Евгений Викторович Гартвих, руководитель департамента операционной деятельности, дирекции по логистике компании «Соя». Коллеги, давайте друг друга приветствовать все-таки аплодисментами. С нами сегодня Василий Евгеньевич Колодезников, директор компании «Трансамур». Онлайн к нам подключились. Александр Сергеевич Ворошнин, заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания компании «Российские железные дороги». Александр Сергеевич, мы рады вас видеть. С нами спикер, эксперт, без которого мы просто не можем проводить сессию весело и задорно. Это, конечно, Александр Константинович Кахидзе, генеральный директор компании «Фининвест». Александр, спасибо, что вы и в этот раз нашли время и с нами. Доброе утро. И я очень рада видеть Михаила Олеговича Глазкова, заместителя генерального директора компании «Российские железные дороги», начальника Центральной дирекции управления движением. Михаил Олегович, доброе утро. У нас сегодня тоже… У нас и сегодня есть неудобные вопросы, поэтому благодарны вам, что вы нашли время и возможность подключиться к нам онлайн. Что ж, начинаем, поэтому, Евгений Владимирович, ваше приветственное слово, а потом уже обо всем поговорим подробнее. Не нажимаем. Не нажимаем, все работает, да? Да. Ну, коллеги, во-первых, очень рад вас всех видеть. Действительно, в прошлом году мы встречались на площадке в городе Владивостоке. На мой взгляд, тогда эта встреча прошла продуктивно. И вот радует то, что мы даже менее чем через год встречаемся уже здесь, опять на Дальневосточной железной дороге, в городе Хабаровске. Почему Хабаровск? Ну, я думаю, что здесь не меньше, наверное, будет вопросов и меньше сконцентрировано и каких-то технологических решений, наверное, и проблемных вопросов в том числе. Тем более, что Хабаровский край – это также одна из весомых долей в организации работы, в том числе и по транзиту, и по погрузке по собственной, и по ряду других технологических, наверное, технических решений. В том числе и по организации на сегодняшний день для нас очень важного момента, как строительство, реализация, вернее, мероприятия по второму этапу БАМа. Коллеги, юбилейный год в целом для магистрали, юбилейный с точки зрения 50-летия БАМа. Это самый главный праздник, наверное, сегодня не только на железной дороге и компании, то и в целом, наверное, один из самых главных праздников в стране. Мы к этому стремимся, осталось совсем немного, поэтому хотелось бы показать достойный результат совместно с вами, и за что бы я хотел бы сказать спасибо, потому что действительно мы идем очень неплохо по сравнению, может быть, с другими западными дорогами. При этом я нисколько не говорю, что у нас все хорошо и у нас нет проблем. Мы реально не стоим, мы все-таки движемся вперед и стараемся очень гибко реагировать на те запросы от наших партнеров. Проблемы есть как на той стороне, так и на нашей стороне. Мы все-таки не ушли от временных трудностей. Почему я говорю временные, потому что сегодня санкционное давление, оно есть на ряд наших партнеров. Но наши партнеры, знаете, достойно за очень короткое время выходят из этих сложных ситуаций. Мы восполняем наши те объемы, которые мы не взяли в силу этих обстоятельств. Ну и, коллеги, уверен, что развивается железная дорога, развиваются технологии. Такое же развитие идет параллельно с нами и у вас. Поэтому нам это все необходимо синхронизировать, направить на единое направление, для того, чтобы и сторона бизнеса не страдала, чтобы не страдали социально значимые грузы. Сегодня я говорю про Хабаровск. Здесь очень много среднего и малого предпринимательства. Поэтому, коллеги, готовы сегодня с вами взаимодействовать, здесь говорить, говорить честно, говорить о проблемах, о наших победах. Ну и уверен, что мы здесь вместе с вами выработаем конструктивные решения, направленные как раз на наше взаимодействие. Спасибо. Спасибо большое. Что ж, мы начинаем. Конструктив и правду хочется. Михаил Олегович, подключайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Марьяна, добрый день. Здравствуйте, приветствую вас, у нас был у вас день. Мы поздравим вас, а детям, которые в первой части работы, в движении был заложен, его не портить. Тогда давайте обозначать цифры. Надеюсь, что вы сейчас нам ложку дегтя не добавите. Как едется, Михаил Олегович? Давайте по порядку. Евгений Владимирович, в своем зрительном слове вы сказали, что сегодня дальний носок является стоить артерии и фронтик, банк, которые действительно сегодня влияют на всю экономику нашей страны. И прошедший год он стал не исключением, когда интересы к перевозкам в направлении восточного полигона продолжают расти. И самое интересное, что у нас продолжает меняться как структура груза, так и конъюнтура рынка. Если рассматривать общую тензенцию по сети, вы видите в цифре, что идет незначительное снижение погрузки, то в освещенном направлении мы перерастаем. С начала года за 4 месяца в восточном направлении погрузка превосла на 3% из уровня 2023 года. Идет незначительное снижение погрузки в порты Дальнего Востока, но при этом на 22% идет увеличение перевозок в направлении погранпереходов. Также идет увеличение, существенное увеличение, почти на 12% перевозки внутрироссийских направлений восточного полигона. То есть это тот груз, который движется в направлении восточного полигона, не доходит до портов. Это не экспорт, а это именно внутрироссийская перевозка. И чем она интересна, что это продукты вторичного передела, которые дают наибольший прирост ВВП и дают новый продукт производства в экономике всей страны. Да, есть проблемы. Эти проблемы, я думаю, сегодня будут затронуты. Это и скорость движения, это и встречные потоки, проглонные потоки, которые сегодня как в грузовом, так и в пороге в направлении движутся и занимают продуктные способности на лимитирующих направлениях. Именно этими проблемами надо заниматься. Мы бы с вами год назад вместе с вами обсуждали вопрос маркетизации. Но за год, если говорить про груженную часть, то по консерденизации нам удалось увеличить процент маркетизации всего лишь на 1%. Общими усилиями на 1%. Но, наверное, не те центы, которые бы хотелось получить. Если рассматривать общую маркетизацию в направлении восточной груженной части, то маркетизация увеличилась на 2,1%. И составляет сегодня аж целых 59%. Коллеги, это вот зона роста, которая сегодня нам необходимо вместе с вами развиваться. По порогенному направлению первые полгода, когда мы заключили договоры, контракты по использованию вагонов после погрузки комбинеров, когда начали формировать составы инновационного подвижного состава, порожнего, мы также подняли комбинеризацию с 29% до 36%. Но после апреля месяца эта цифра зафиксировалась и дальше не растет. Это тоже направление, которое сегодня требует развития. Поэтому проблемы эти есть, предлагают в процессе дискуссии уже их обсудить. Варианты могу много говорить, но как многие спикеры не будут занимать все время своим монологом, а предлагают устроить такой диалог и может быть даже какие-то вопросы, которые будут наиболее острые, больше внимания уделить на них. Спасибо. Коллеги, вот это обращение было именно к вам, к залу. Мы сегодня попробуем сделать формат, в котором я предлагаю сейчас вам подумать над теми вопросами, которые у вас есть. Жестко обозначим тайминг. Минута на вопрос, три минуты на ответ. Вы можете всем, включая Михаила Олеговича, господину Борошнину ЦФТО, задавать вопросы, естественно, начальнику дороги. Сегодня это воспринимается нами положительно, и мы очень хотели бы, чтобы это прозвучало. Михаил Олегович, догонку вам один вопрос, короткий ответ. Вы сказали, снижается, есть вопросы по скорости движения. Мы можем все-таки эти позиционные показатели сегодня обозначить, потому что иногда не бьется статистика ваша с тем, что имеет у себя грузоправитель. Вот у них одни данные, а у вас другие. Возникает вопрос, кто как считает. Все-таки об отрицательных значениях тоже хотелось бы сегодня поговорить, чтобы вы проговорили, а почему это так, и может ли это быть лучше. Изменение в плюс возможно, или так и поедем. Если рассматривать показатели верхнего уровня, это скорость заставки грузового вакона, у нас показатель 421 км в сутки. Сегодня выполнение этого показателя, пусть и итогом 4 месяцев, составляет 426,7 км в сутки. Мы работаем выше плановых параметров, но если рассматривать уровень прошлого года, идет незначительное снижение на 3%. За счет чего, особенно на Восточном полигоне, наверное, не будем сейчас рассматривать всю сеть, а концентрируемся, предлагая, на Восточном полигоне, идет незначительное замедление скорости заставки. Во-первых, это разворот. Разворот второго этапа строительства, который в этом году должен дать нам прирост воспускных и проводных способностей до 180 млн. сон. А во-вторых, это те проблемы, которые мы общими усилиями до прошедших годов нам не удалось решить. Это измерзаемость труба, это и конвенционные ограничения, которые были введены за 4 месяца, хоть и ниже, чем в прошлом году, но полностью ликвидировать нам их не удалось. Не удалось. Но и напоминаю, что проблема, которая очень поздрав стала 4 года назад, то, что перерабатывающие способности терминалов значительно превышают пропускные способности подхода к спорту, мы сегодня пытаемся ликвидировать за счет реализации проектов развития БАМа и Трансиба. В прошлом году был утвержден паспорт проекта третьего этапа развития Восточного полигона, который предусматривает перевозку уже до 270 млн. сон. Спасибо. Едем дальше. Александр Сергеевич Ворошнин. С позиции ЦФТО и приема грузов к отправке поясните, пожалуйста, на сегодняшний момент все-таки мы говорим, мы находимся в очень интересном регионе, и мне важны сейчас цифры по объему экспорта и импорта. Очень часто, общаясь, например, с контейнерными операторами, что они мне говорят, что сегодня одна проблема импорта, безусловно, была решена в предыдущее время, но проблема есть другая, идет его снижение. Какими цифрами сегодня оперируете вы, и какие цифры вы закладываете по итогам этого квартала, по итогам полгода, по итогам года. Какие-то прогнозы, значения сегодня можете нам обозначить? Да, коллеги, всем добрый день. Майяна, большое спасибо за вопрос. На самом деле, коллеги президенту, в этом условии стоит ответить на вопрос, который уже лет посвятил, и, как вы правильно отметили, сегодня, в основном направлении и, как вы видите, на лавах, вывод. Сегодня, по итогам 4 месяцев по дальневосторственному федеральному округу, в целом, мы видим увеличение доли спокольных периодов плюс 2,8%, которые мы прошлого года найдем. При всем при этом мы отстаем по уровню спикновных периодов 2,4%. Но, прежде всего, это основание мы видим теми функционными явлениями, которые у нас происходят, и тем объемом вывода, которые мы имеем в виду здесь в партии, в том числе. Если говорить о высоком уровне полгода, первого уровня, в целом, по сети, то, к сожалению, мы ожидаем несколько снижений, снижения на 2,2%. В целом, мы видим это снижение по внутреннему направлению 25 градусов и южного направления. Там мы теряем по 4,4% соответственно. При этом, как бы тоже было отмечено, в направлении Востока мы прирастаем, и тут все потери, статистически там, с 15,3 миллиона тонн, мы частично компенсируем с погрузкой на Востокный полигон. Видя при этом, что тренд компенсационного возраста Востока продолжается, и почти 6 миллионов тонн мы собираемся компенсировать именно с погрузкой на Восток. Естественно, уровень перевозок, как я уже отметил, в экспорте он увеличивается, но мы говорим не только про особенности, но и про внутренний период, поскольку в этом году у нас объявлены год именно внутренних перевозок и увеличение погрузки на внутренний рынок. Здесь мы видим безусловное увеличение как и угля, так и нефти продуктов, в том числе то, что очень сильно радует, мы прирастаем в целом и по таким российским продуктам, например, как рыба или хлебопродукты. Поэтому тренд на Восток, он подтверждается в уровне экспорте инфекции. Александр Сергеевич, вот к неудобным вопросам пойдем. Смотрите, обозначена цифра нам по 270 миллионов тонн, все это замечательно и прекрасно, но когда вы говорите о грядущем снижении, можно по-разному, там география перевозок поменяла, санкционное давление, все замечательно, принимаем. Вопрос один. Одна история, когда вот угольщики, замечательные коллеги, друзья, пусть задают вопросы, их тоннаж уменьшается. А другая история, вот вы говорите сейчас про продукт перемола, например, да, вы сказали про рыбу, их и так было мало. Вот в этом общем объеме вы видите снижение кого на сегодняшний момент, каких номенклатур грузов, потому что одна история, когда по чуть-чуть снижается тот, кто и так занимает, сколько до 80% уголь занимает сегодня пропускные провозные восточного полигона, возникает вопрос, вот эти 270 опять размажутся на всех или кому-то опять достанется больше, а те, кто и так были в небольшом остатке, так в нем будут ехать, потому что я очень аккуратно хочу подвестись к проблематике участия в перевозочном процессе и все-таки вхождение на равных условиях малого и среднего бизнеса. Крупняк и так к вам придет, и так задаст свои вопросы, и так добьется, чтобы их вагоны поехали. А что делать им? Потому что вы тоже сказали, у нас год внутренних перевозок. Михаил Олегович сказал ранее, что как замечательно говорить было бы о внутренних перевозках. Коллеги, давайте на этом сосредоточимся. А с другой стороны, они вроде и на железной дороге не свои, вроде и на автомобильном транспорте не свои, вроде бы и с водой все не очень хорошо, но как-то он живет, этот малый и средний бизнес в России. Поясните, пожалуйста, все-таки вот эти объемы грядущие, все вы строите, делаете, реализуете, они для кого и уменьшаются сегодня в объемах. Кто? Да, очень большой вопрос. На самом деле, если говорить про целую встречу для получателей и объединяя их с целым понятием клиента, мы можем сказать, что по сути клиент наш работодатель. И все, что мы делаем, мы делаем для наших клиентов. Конечно, портрет клиента, он разный, с точки зрения подхода к ленту, как вы сказали, есть крупный бизнес, крупные люди, которые, безусловно, уже понимают так, технологию, практически бездорожники, можно сказать, и очень четко и грамотно вступают с нами в диалог, и мы их, за это именно особенно благодарны. Вместе с тем, вот здесь тот сегмент малого и среднего воспринимательства, на которое мы в том числе уделяем особенное внимание. Мы понимаем, что организовав перевозку одного вагона гораздо сложнее, чем погрузить и массу популять. Поэтому здесь мы двигаемся в каких-то направлениях. Ну, наверное, сначала хотелось бы отметить, что это невосточная дорога, в целом, входит в стройку лидера по доле подгрузки сегментов малого и среднего воспринимательства. Доля подгрузки МСБ в текстуре дороги составляет 17-17%. Это они сами похвастают, не отнимайте у них хлеб, подождите, вы за себя ответьте. Вот с точки зрения центрального аппарата, вы это сегодня как видите? Я потом, Михаил Игоревич, тоже это спрошу. Хорошо. Я хочу посвятить именно значимые дороги в плане работ с малым и средним воспринимательством. Вот, например, в прошлом году, ни много, ни мало, почти 250 новых клиентов малого и среднего воспринимательства было привлечено для перевозки на дорожном транспорте. В 4 месяца уже этого года, причиной еще почти 7 месяцев клиентов. То есть, мы видим, что взаимодействие сегмента малого и среднего воспринимательства придется очень активно. Для того, чтобы вы о нас узнали, о нас понимали, мы проводим в случае среднего работы. Ну, вот, например, взять наше взаимодействие с нормациональными центами мультивизма. Мы там специально организуем кем-то движение в пределах и средних дорогах, но не только в доме средних и средних дорогах, для того, чтобы донести до клиентов именно те моменты, которые необходимы при работе в дорожном транспорте. Хорошо, давайте коротко все-таки. Кто сегодня теряет в объемах? Вот вы же даете статистику, там, за 3 месяца, мы видим, что даже уголь и тот как-то там уходят в небольшой минус. То есть, вы сегодня понимаете, какие грузы действительно вот проседают очень сильно и надо их подтягивать чуть-чуть вверх, а какие в своем объеме покрывают все остальное, ну, вроде как и теряют, но, с другой стороны, все равно его много. Уголь, нефть, что? Ну, у нас перевозки не теряются с углами, как говорит, что растет, в большей стиле не, конечно, хотелось обратить на, так скажем, грузы высокого передела. Здесь, безусловно, должны понимать, и в целом ситуация настолько для него до него точно, что мы должны концентрировать внимание, в принципе, на как производстве на конечное производство продукции. То есть, когда у нас, ну, полно говоря, гонка за середины потоками прекратится, нам нужно осознавать, что мы приходим в промышленность в готовой продукции. И для этого необходимо сделать не только уровень перевозки, но и в целом подготовку всех предприятий к производству переработки продуктов более высокого передела. Спасибо. Здесь понятно. Да, спасибо огромное. Михаил Олегович, я к вам вернусь, а потом мы уже начальника дороги спросим о том, какие показательные работы у него точно здесь. Для вас, ведь у вас же может быть другое мнение, отличающееся от ЦФТО. Скажите, пожалуйста, вот для вас, как для движенца главного, важно сегодня, кто едет по сети российских железнодорог. Я к чему? Вы же называли технологии, да, вот технологии, под что вы сегодня развиваете? Тяжеловесные движения. Вы говорите о том, что вам 7-тысячники везти, а давайте еще и больше. То есть, вам важно, что это будет уголь или не уголь? Вам важно, какой груз вы сегодня пропускаете или это не важно для вас? Важно, какой груз чуть-чуть теряет в объемах или не важно? Важно, это контейнер или это полувагон? Важно ли это, что цистерна там или может быть хоппи? Есть это понимание или нет? Функционал один. Но технологии вы сегодня все-таки развиваете для крупного бизнеса. Могу ошибаться? Михаил Олегович. Да, самое интересное, если у нас будет сбалансированное развитие тех направлений. Мы сталкивались уже в прошлом году с этой проблемой, когда у нас, точнее, в 22-м году, когда у нас там генерания, мы оказались на Дальнем Востоке, и оказалось, что и фондовые возможности, и возможности инфраструктуры были не готовы к этому объему. И при наличии груза у нас было не обеспечение вывода. Мы это официально признавали, и сегодня, благодаря клиентам, нашим, нашим партнерам, идет развитие в этом направлении. Такая же проблема у нас периодически возникает и с угольной продукцией, которая вроде бы немного, но с зимой оказывается, что проблему смертаемости мы не решили. Проблему маркетизации тоже до конца не решили, с учетом того, что нам так и не удается совместно с операторами и собственниками подвижного состава сконцентрировать инновационный флаг на Восточном полигоне для того, чтобы поезда ходили действительно семантистичными и теми-то одинаковыми. Поэтому здесь нет понятия приоритетности с точки зрения технологии. Технология должна быть гибкой, должна меняться, и мы развиваем в этом направлении все отрасли и по всем номенциаторам груза. Если вернуться даже к четырем месяцам, у нас в очередной раз, скажем так, не то, что неожиданностью было, но та технология, которую мы выстраивали весь 23-й год, в этом году, она, начиная с марта месяца, когда было введено эмбарго на экспорт нефтепродуктов, она, конечно, претерпела определенные изменения. И если говорить про потери, то уголь действительно по экспорту мы потеряли всего лишь один процент. В объеме в миллионах тонн это, да, наибольшие потери, но если говорить о долевом участии, то всего лишь один процент. А нифть мы потеряли 10%. Черные металлы 40%. Но при этом у нас на Дальний Восток впервые поехали удобрения в таком объеме, когда рост за четыре месяца у нас оставил более чем в четыре раза перевозки удобрения. Химикаты увеличились на 40%. Зерно, которое, скажем так, в небольшом объеме ехал, но также в полтора раза увеличивается перевозка зерна в восточном направлении. Поэтому технология должна быть гибкой, и мы меняем эту технологию. Что касается услуг для малого и среднего бизнеса, то есть, ну, наверное, ключевой вопрос, который вот прозвучал. Сегодня услуга «Грузовой экспресс», которая предоставляется по сети железных дорог, рост в 2023 году составил 23% к 2022 году. То есть, услуга востребована, услуга интересна, но в данной услуге российские железные дороги являются всего лишь перевозчиком. И в данном направлении необходимо всем вместе нам двигаться с точки зрения готовности терминалов, готовности контейнерных операторов работать с малым и средним бизнесом, а не с крупными отправителями по формированию не по вагонам, а хотя бы в групповых отправках. И в групповых отправках переходить с маркетизацией для увеличения пропускной проводной способности. Потому что то решение, которое мы дискутировали с вами в прошлом году по переходу на 71 условный, сегодня это стало уже стандартным. Сегодня мы развиваем технологию по переходу на 85 и 100 условных вагонов, контейнерных поездов. Сегодня сформированы уже и поменяли технологию по формированию 128 условных контейнерных поездов. И только за 4 месяца, благодаря переходу на данную технологию, нам удалось увеличить перевозки контейнерных грузов при тех же самым количестве нитографика на 16%. Поэтому в данном направлении технологии, еще раз говорю, мы будем отвечать и менять технологию по запросам наших клиентов, наших партнеров с учетом конъюнктуры рынка, которая сегодня очень динамично развивается. Спасибо большое. Мы услышали про готовность. Я потом к контейнерным операторам обязательно вернусь. Евгений Владимирович, вопрос сейчас к вам. Прозвучало очень много цифр. Конкретно по вашей дороге. Давайте, вот, Александр Сергеевич, спасибо, потому что он отметил вклад, именно, да, он сказал, что давайте поговорим про роль именно Даль-Восточной железной дороги в сети вообще. Какие показатели работы на сегодняшний момент у вас, и когда мы говорим про проседание, мне очень важно здесь подчеркнуть, чтобы все услышали, и потом ответное слово, возможно, было, да. Почему вы сегодня видите эти минусы, с чем вы их связываете, и может ли этот минус в ближайшей перспективе преобразоваться в плюс? Спасибо, Марина, за вопрос. На самом деле, вот, хотел бы, вот, начать с малого и среднего предпринимательства. По полигону дороги за этот год, вернее, за 2023 год погружено 4,19 миллионов тонн груза как раз вот именно по сегменту СМП. Это, еще раз, плюс 42% к прошлому году, и в целом объем – это 16,7% от общего объема дороги. Прирост к предыдущему периоду – плюс 5%. То есть здесь мы видим малое предпринимательство, малый бизнес, и гибко на него реагируем. Что касается наших объемных показателей и, так скажем, нашей доли влияния в общую работу компании. Наша погрузка составляет 6,25% от общего объема компании. И здесь тоже мы видим прирост к предыдущим периодам. Было там 6, чуть больше 6%, даже там 6,01%. Соответственно, мы тоже это видим. Амбициозные цели на этот год ставим для себя, несмотря на все трудности, с которыми мы позже по этому поговорим. Я думаю, наши уважаемые партнеры про это скажут. Общий объем погрузки прошлого года более 74 миллионов тонн, точнее 74,5. На этот год мы взяли 76,1. Это, еще раз говорю, амбициозно. Это наша совместная задача. Здесь, коллеги, без вас дорога этот объем не возьмет. Здесь необходимо еще и применить дополнительные технологические решения в ряде определенных трудностей, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Что касается как раз погрузки, то прошлый год это прирост 5% к 2022 году. И этот год уже 4 месяца к прошлому году мы идем с приростом 1,1%. Это тоже, если брать в целом результаты деятельности компании, то это отличный результат, то есть плюс и минус по сети. Соответственно, что касается других цифр. Вы говорили про технологические, Михаил Олегович, про тяжеловесное движение. Знаете, это одна из, наверное, ключевых таких вот наших возможностей сегодня через эти технологические решения провести наибольшее количество грузов. К прошлому году прирост составил 20%. Мы сегодня везем 7 тысячников 7100, это в среднем 22,5 поезда в среднюю суточную. Это дополнительно больше 6 миллионов тонн. Весомый результат, то, что можно нам здесь провести. Я говорю это с учетом еще и 8 тысячного движения, 7 тысяч это не основа, потому что мы везем сегодня и 8200, и 8300. Не будем дальше развиваться. При этом, коллеги, такие технологические решения, которые для нас стали обыденными сегодня, это виртуальная сцепка. 59% в рост в прошлом году. Мы провезли буквально несколько дней назад 20-тысячный поезд, это было 20 мая, по виртуальной сцепке. Серьезные цифры, и это тоже наши дополнительные пропускные способности. Что касается контейнеров, общий сегодняшний среднесуточный поток, это 3500 плюс-минус несколько контейнеров в среднесуточном, мы отправляем с портов и сухих площадок, столовых терминалов на полигоне дороги. Это тоже прирост. Это 13% в прошлом году. Основа этому всему, конечно, это полувагон. Полувагон мы рекорды били в этом году и за 800 входили в сутки. Среднесуточно уже порядка 500 вагонов мы спокойно можем грузить. В отдельные сутки это 750 и 800. Все в зависимости, наверное, от предъявления груза к перевозке. Технология сегодня выработана, и благодаря нашим партнерам, нашим руководителям портов, столовых терминалов, она отточена очень хорошо. Что касается прироста, к прошлому году в полувагонах везем 65% плюсом. Это 40% сегодня порожнего состава занимается грузом. То есть порожний пробег мы снижаем полувагон. Хотел бы еще в целом добавить, что… Про падение вы не сказали. Где проседаете сегодня, по каким причинам? Хорошо. Да, действительно, по выгрузке. Эта цифра, она объективная. Мы снизили порядка чуть больше 2%. В прошлом году это в абсолютных числах около 200 вагонов. Да, если мы выгружали в прошлом году порядка 6400 вагонов, сейчас эта цифра колеблется порядка 6200-6300. Почему так? Объяснимо. На сегодняшний день широкомасштабная стройка идет на направление Ванино, вернее, Комсомольска-Ванино, Собгаванский узел. Мы там в основном теряем нитки, то есть те пропускные способности, которые мы смогли реализовать по итогам 2023 года, они сегодня занимаются стройкой. Это хозяйственные поезда, это строительные поезда. Но это все в масштабах реализации всех тех программ развития БАМа и Транссиба. Но при этом, коллеги, хотел бы отметить, о чем уже говорил и Михаил Олегович, и вы в том числе, Марьяна, это те наши потери в зимний период времени. Мы не готовы еще, к сожалению, работать сезонно, и перерабатывающая способность сегодня, это как некий эталон, который абсолютно не предусматривает зимнего периода времени. И основные потери, это как раз вот зима. Мы более-менее встаем на нормальные рельсы, выгрузки, более 6 тысяч. Это как раз вот апрель месяц и далее уже в летнее время. Поэтому, коллеги, хотел бы на это обратить внимание. Очень много здесь технологических мероприятий. Плюс есть сенсионное давление. Проговорили уже. Хорошо, есть. Такие проблемы, как наличие угля, но мы не можем его привезти, потому что мы не можем, площадки заняты, груз не вывозится. Опять же, это, наверное, внутренние проблемы наших партнеров. Из того, что вы сказали, записала себе по МСП замечательные цифры, но все-таки давайте будем честны, мы от низкой грузовой базы отталкиваемся. Поэтому у нас пока вот сейчас мы видим вот такие большие двузначные цифры. Ну здорово, что это есть. По полувагону, ну тоже, наверное, так быть не должно, потому что контейнер-операторы вложили в свое время в фитинги, и это тоже как бы промежуточное большое решение. Все-таки ложка дегтя здесь как та самая баба-яга вставлю. Но возвращаясь к тому, о чем вы сказали, по положительным моментам. Поясните, пожалуйста, вот всякий раз то окна, то, значит, тут стройка. Естественно, у грузопредителей возникает вопрос, конец-то этому всему есть или нет. То есть вот эта цикличность, о чем вы говорите, что что получит клиент с реализацией тех мероприятий, которые вы сейчас обозначили. Я не прошу называть там все под 100 объектов, которые появятся и что будет реализовано. Вот скажите, пожалуйста, вот Дусиолинский тоннель, красивая съемка, замечательно все показали, сбойка. Что это даст клиенту? По другим мероприятиям тоже. Где двухпутка будет? Что это даст конкретно клиенту, чтобы потом, чтобы они и сейчас, они же тоже свои объемы закладывают. Вы же все равно сегодня происходит вот это общение, понимание, сколько хотят они, всегда будут хотеть больше, заявлять больше. И сколько можете вы. Поэтому очень хотелось бы на сегодняшний момент понять по ключевым каким-то элементам на опорной сети, что поменяется, какие развязки появятся. В любом случае, если вернуться к прошлому году, то мы в прошлом году реализовали до 173 миллионов тонн пропускной способности. В этот год уже то, что сказал Михаил Олегович, 180. Безусловно, это разворот работы на более чем 100 объектов. И цифры прошлого года, там они тоже двухзначные по запуску и двухпутных ставок, и перегонов, и разъездов. Я их все перечислять не буду. В этом году значимые события уже прошли, вы их анонсировали. Вернее, уже они прошли. А я анонсирую то, что к концу года мы откроем, наверное, прецедент для дороги будет три тоннеля. Это два однопутных тоннеля здесь на Шкотово-Смолениново в запуск. Соответственно, мы здесь дополнительно технологически себя развиваем. То есть объем больше сможете провести? Объем больше, конечно. Объем больше. Это толкачей, это возврат толкачей, соответственно. И то же самое по Дюсси-Алинскому, к концу года. При этом хочу сказать, что мы в этом году, буквально в апреле месяце, открыли парк транзитный по Хабаровску. В прошлом году третий путь Хабаровск-1, Хабаровск-2. Соответственно, ведутся масштабные работы по электрификации. Галини, это все влияет. Это все влияет на пропуск движения. Ну а что даст, могу сказать, что буквально не за горами бам будет двухпутный. Соответственно, и те емкости, которые сегодня заняты хозяйственным движением, строительной техникой, они освободятся. И, безусловно, мы придем к тем параметрам, которые мы запланировали. Еще раз повторюсь, что 173 миллиона в прошлом году мы реализовали. В финальной к вам все-таки здесь и в этой части по технике хочу спросить. Тяга. Последний год они все вспомнили и честно признали, что на сети ее сегодня дефицит. Фактически, там не фактически. Поясните, у вас ситуация какова? Хочется понять, какой объем машин новых вы получили по итогу 2023 года, какое количество их сейчас встало на сеть, и все ли с ними хорошо. Когда вы говорите о зимнем периоде, ни одна дорога уже признавалась, что и это тоже, ведь вас повышает в том, что не мы виноваты. Так случилось там, вот сервисное обслуживание и так далее. То есть в этом смысле все-таки техника отказывает, не отказывает, помогает она вам сегодня, и какое количество у вас в целом ее? Есть ли проблема дефицита локомотивов на Дальневосточной железной дороге? Очень сложный такой вопрос, но он на самом деле такой правильный. Ну, железнодорожники никого никогда не обвиняли, пытаются все-таки сами решать вопросы, в том числе и с техниками. Уж в этом все и проблемы. Ну, тем не менее, действительно, вы правильно отметили, что железная дорога, во-первых, сама по себе уникальная дорога, потому что мы работаем в разных климатических условиях. Это не Приморье, все-таки основные проблемы были у нас по БАМу. Это зимние месяца, когда действительно техникам, локомотивов было недостаточно ввиду их низкой надежности в рамках эксплуатации в таких вот жестких условиях, температуры до минус 50, ряд мероприятий совместно проводятся в компании, в том числе и ежедневные штабы с нашими сервисными организациями, поэтому мы тут пальцами не показываем, мы вместе с ними решаем эту задачу. На сегодняшний день ситуация с локомотивным парком стабилизируется. Не скажу, что все вопросы решены, они планово решаются. Точечно, где-то даже, может быть, в ручном управлении. Тяга на сегодняшний день на дороге есть, в том числе благодаря решениям руководителя компании, дорога подпитана дополнительными локомотивами, потому что хозяйственное движение на самом деле сегодня занимает, наверное, порядка 50%, если не больше, сегодня по БАМу. Это все наша стройка хозяйственного движения. Количество штук, которые вы получили, которые реализованы. Хорошо. Если взять прошлый год, прошлый год 60 новых локомотивов, и, что примечательно, главное, это 29 локомотивов мы получили, это серия еще 3Т25К2М, вернее, К2М наши, это еще с иностранными комплектующими, то есть с американскими дизелями. При этом получили 12 по результатам прошлого года, и уже в этом году 3 получили. Это новые наши локомотивы, уже практически импортозамещенные, это 3Т28, они сегодня работают на БАМе. Работают уже. Да, они работают, и до конца года общий параметр у нас получили таких машин 25. Соответственно, они нацелены исключительно тяжеловесное движение для работы на БАМе. Спасибо большое. Мы высушили одну сторону. Сейчас пойдем по клиентам. Компания СУЭК. Я прошу к нашей дискуссии присоединиться. Евгений Гарцович, Евгений Викторович, давайте с проблем начнем. Все-таки, какие ключевые вы сегодня выделяете, как одни из главных угольщиков этой страны. И когда говорят о технологиях, и Михаил Аглевич это проговорил, и Евгений Владимирович, что есть куда двигаться. Какие сегодня резервы в технологиях вы для себя и для сети в целом видите? Олег, всем добрый день. Спасибо за вопрос. Что касается компании СУЭК, что мы видим на сегодняшний день? Конечно, хотелось бы грузить больше. Конечно, хотелось бы ехать на восток. Мы все это понимаем. То есть это основной на сегодняшний день рынок сбыта, высокомаржинальный. Мы представлены в пяти регионах, начиная с Кузбасса и двигаясь сюда на восток. На каждом регионе. Да, безусловно. Хочется ехать на восток. Но мы понимаем в нынешних условиях, как ограничена инфраструктура. Для этого подключилось и правительство, и разработали нормативы, разработали соглашения по каждому региону по вывозу соответствующей продукции. И мы неустанно этому следуем. Благодаря этим, наверное, всем принятым сегодняшний день соглашениям мы в том году закончили год плюсом 1% предыдущему году. И в этом году мы также закладываем рост плюсом 1% всего перевезенного объема груза. Что касается восточного направления, он стабилен у нас. То есть в одной паре есть небольшой прирост, совсем-то минимальный, тоже в рамках 1% мы увеличиваем объем. Соответственно, резервов здесь мы на сегодняшний день только можем и надеемся, когда будут увеличиваться пропускные способности на восточных полюбах. То есть мероприятия, которые сейчас были обозначены, вы только в них видите возможность вывоза большего объема? На самом деле, да, за исключением основной объем, про то, что мы говорим, там 173, 180 миллионов тонн и 270 миллионов тонн, которые планируются перевозкой в 1933 году, это, конечно, без развития, то, что сейчас делается и то, что принята программа развития третьего этапа БАМа, она нереально, нереалистична. Что касается технологических мер и то, что мы поддерживаем здесь РЖД, Центральная дирекция управления движения, это перевозка инновационных вагонов. Мы активно со своим партнером, компанией-оператором, которая нас обеспечивает парком, мы активно прорабатываем вопрос и подводы инновационного парка, отправление, формирование, подформирование на своей инфраструктуре, формирование тяжеловесных поездов и отправление их в восточном полигоне и на восточный полигон в Кузбассе. Мы видим долю роста, мы каждый месяц прирастаем по 3-5 процентов увеличения таких составов и доли инновационного парка на восточном полигоне. Поэтому эту работу совместно с компанией Российской Железнодороги мы, конечно, будем дальше проводить. Помимо этого, если говорить о том, что мы делаем совместно или как мы видим, в чем точка роста. Точка роста это, наверное, все-таки больше развитие своей инфраструктуры, дабы ее, чтобы она поступала так же эффективно и помогала российским железнодорогам с нашей стороны, чтобы мы готовили поезда на своей инфраструктуре. Больше этим мы сейчас активно занимаемся на Хабаровском крае. А можно в числовом выражении, чтобы было понимание, что было и что стало? Вот вы говорите, мы активно занимаемся и… Ну вот у нас сейчас станция в Хабаровском крае, которая тут у нас основная сейчас станция или предприятие и точка роста, это предприятие Ургалуга и станция Чигдамэн на дальневосточном железнодороге. То есть сейчас мы развиты, у нас там ЕТП сделан на 6,5 на миллионов тонн по году. С учетом строительства второго, третьего этапа БАМа мы параллельно развиваемся с ростом также за 20 миллионов тонн, то есть увеличение. Это понятно. А можно вот вернуться чуть назад, вы говорили о том, что хотелось бы больше, всем хотелось бы в этом зале больше, уверяю. Всем хотелось бы больше. То есть, которые у вас сегодня есть, учитывая ваш рост в 1% в абсолютных цифрах все-таки, растете куда еще больше, чтобы просто понимать, опять же возвращаясь к самому началу нашему, из этих 170 вы забрали большую часть, я угольщики в принципе говорю. Смотрите, да, наша доля она большая, ну в перевозках понятно, потому что мы представлены на каждом регионе. Восточного экспорта у нас доля стояла 25 миллионов тонн, мы перевезли в том году. А хотелось бы? Восточного экспорта. Вот вы говорите, хотелось бы больше. На этот год мы запланировали с учетом принятых всех соглашений, наши доли в присутствии в регионах, мы видим там в районе 27 миллионов, больше мы не видим. Хотелось бы как минимум, конечно, 30 миллионов перевезли. Спасибо большое. Но все хотят. Я еще раз говорю, но все хотят. Мне нравится ваш настрой, конечно, да, это замечательно. Спасибо большое. Едем дальше. Потом вопросы еще будут, я думаю, в любом случае. Андрей Юрьевич Гречкин, генеральный директор компании Дали Рэп Транс. Андрей Юрьевич, а какие амбиции сегодня у вас, супротив тех миллионов тонн, которые обозначены были чуть ранее, и ключевое, для чего мы всегда собираемся на подобных мероприятиях, с какими проблемами? Наверное, они у всех похожи. Сегодня вы сталкиваетесь, и что вы, как грузоотправитель, вот коллеги обозначили, да, они собственные мощности тоже сегодня развивают. Что делаете вы, чтобы из того, по сравнению с ними, минимального объема, который есть, вырасти в какой-то оптимум, и чтобы Дальневосточный и вас тоже везла, и везла ваши хотелки? Коллеги, добрый день. Большое спасибо за приглашение. Мария Анна, очень хороший вопрос, тоже спасибо. Мы действительно очень маленькие, даже не в сравнении с угольщиками, а в сравнении с контейнерщиками, потому что мы такая маленькая вишенка на торте, вот на пироге контейнерных перевозок. Возим продукты питания. Я на самом деле удивлен, что посадили в президиум, с учетом нашей малости в объеме. Но, видимо, продукты питания интересны всем, за это отдельно. Что касается нашей готовности, нашей амбиции. Амбиции большие, они поддержаны тем, что, и подтверждены, что мы увеличили парк за последние три года примерно в два раза. Это не только наша статистика, как части групп ФЕСКО, но и статистика ассоциаций, в которые мы ходим. Ассоциация операторов рефрижераторного подвижного состава, ранее она называлась, сейчас этих компаний продуктового сектора. Так вот, сейчас общий парк внутри России, контейнеров штук, я называю, порядка 11 тысяч единиц, это рев-контейнеры. В 2018 году было около 6-7. И этот парк достаточно сильно обновлен. Программа была поддержана государством, были обновлены пошлины. В связи с этим, в принципе, отрасль готова к тому, чтобы перерабатывать, вести больше груза. С чем мы столкнулись на этом пути? С тем, что внутри, на старых направлениях груза больше не становится кардинально. Всегда нужно смотреть взвешенную на какую-то геоэкспансию и также видеть вместе с государственными органами возможности для развития системы в целом. То есть нужно вот в этот муравейник вкидывать какой-то сахар, чтобы увеличивалось движение. И эти шаги на самом деле предпринимаются. Если говорить конкретно про геоэкспансию, то в этом году, я объясню потом, как это связано с железными дорогами. Это важный момент. То в прошлом году, в 2023 году, Феско открыла дополнительные сервисы на новых линиях. Это запустил собственный ДПС сервис, самый быстрый на данный момент. Среди имеющихся на рынке мы все еще ходим через Суэц. Это немного разгружает в том числе экспортные и импортные операции, загружает порт в Санкт-Петербург. Я имею в виду экспортные и импортные операции на железной дороге. Но это полностью не заместит потребность в новых направлениях перевозки по железной дороге и в том числе на наш любимый дальневосточный полигон с запада. Так вот, возвращаясь к парку. Парка сейчас в целом рефрижераторного достаточно. Утилизация контейнерного парка по нашей компании, то есть отношение груженного, находящегося в моменте контейнера к общему парку, составляет порядка 45-50%. Потенциал роста не менее 40-50% для оптимальной, так сказать, загруженности этого парка. То есть нормальный коэффициент 65-70. Тогда парк работает нормально. Парк есть 11 тысяч. Груз, вы сказали, проблема есть. Груз сейчас я про него расскажу. А вы едете как? Вы проезжаете? А едем мы по-разному. На Дальневосточном, как вы проезжаете? Продолжается, скажем, дисбаланс импорта и экспорта. Импорта примерно в два раза больше. В связи с этим и также в связи с тем, что прошлая Путина, Горбушевая была самая большая за всю историю наблюдений, мы очень хорошо уехали на Запад. Там остались и в связи с открытием новых направлений, в том числе Египта, Индии, Санкт-Петербурга и Новороссийска. Мы переместили туда парк. Сейчас этот парк вернется из Индии и Египта частично в Китай, частично останется на тех полигонах. Но в то же время на Западе скопилось достаточно большое количество контейнеров. Причем по всем операторам. Есть потенциал для роста. И вот это тоже усилие правительства. То есть впервые за 15 лет было открыто возможности экспорта свинины в Китай. Китай крупнейший в мире потребитель свинины, крупнейший в мире производитель. Но их внутреннее потребление, его колебания статистические, это весь объем нашего экспорта. И то есть прирост, который ожидают коллеги по экспорту свинины, может составить до 100 тысяч тонн. При загрузке порядка 26 тонн в контейнер можно посчитать, несложно, что мы получаем кратное увеличение объема к текущему, который представляет совокупность снабжения Дальнего Востока и регионов Крайнего Севера, а также текущие экспортные отгрузки. Так вот, чтобы это все вывести, нужно давать возможность отгружаться по железной дороге. Почему? Ну то есть есть мнение, что ну как бы везите через Севморпуть, везите через... Дороговато будет. Дело не в деньгах. Дело в том, что нельзя рассматривать Китай как единую точку. Китай большой. И центры потребления его, они сконцентрированы только в портах. Есть у них северные провинции, маленькие по отношению к другим местам. То есть вам надо ехать через погранпереходы тоже? Конечно, потому что Холдзян это 150 миллионов, другие провинции тоже хотят работать с российским грузом. Ну так сейчас вы едете через погранпереходы в тех объемах, которые вы хотели бы? Мы только начинаем это делать и есть проблемы с на ряд заказами, есть проблемы с согласованием ГУ, есть проблемы с классификацией грузов, потому что у нас есть, например, для внутреннего потребления большое количество сборных отправок, которые необходимо заявлять как сборные, и они автоматически уходят в следующее даже очередности. Есть одновременно и решение, которое мы предлагаем, то есть мы приходим к перевозчику, к нашим партнерам не только с проблемой, а вот все плохо, помогите. Мы предлагаем решение. Можно озвучить их сейчас, но у нас, я думаю, тайминг достаточно жесткий. Он очень жесткий, да, но все-таки решение это следующий вопрос, поэтому у вас есть право ответить. Очень большое спасибо еще раз. Давайте три штуки, три решения. Три штуки. Да, угольщики вообще вот одно назвали, ничего. Первое, нет решения, например, по сборным грузам. Нужно разработать изменения к классификации, чтобы Скоропорт, несмотря на то, что он является сборной отправкой, внутри него было это деление, и он оставался в пятой очереди. Потом нет решения по дизель-генераторным контейнерам, потому что дизель-генераторные вагоны, которые вышли уже из эксплуатации по сроку годности, скажем так, заменяются дизель-генераторными контейнерами. А дизель-генераторный контейнер – это не средство снабжения энергии. Он оформляется как груз, который находится в восьмой очереди, и, соответственно, их невозможно расцепить друг от друга, нельзя их отправить. Поэтому их нужно привязать к этой же очереди. Вот это решение необходимо. Есть точечное решение по развитию погранпереходов. У нас есть большая просьба конкретно к Дальневосточной железной дороге. Я приехал сейчас из Харбина, с Экспо, и с партнерами из Китая, и с российскими экспортерами. Мы проговорили о том, что переход на Харбин станет, скорее всего, основным в ближайшее время по мясу. Потому что это единственный погранпереход между Россией и Китаем, который имеет сертификацию со стороны Китая для провозки мяса. Соответственно, в обратную сторону есть поток. Для того, чтобы сбалансировать эти перевозки, они были двухсторонними, необходимо разрешить временный порядок перегрузки с китайской колеи, уже импортного для России груза на китайской территории. Потому что там есть эта инфраструктура. Есть просьба, опять же, с точки зрения развития. Четвертый, если позволите, один, бонусом. Хорошо. Мы в партнерстве с дирекцией по терминально-складскому комплексу, наверное, одни из первых подписали ТЭКОП и соглашение, оно хорошо работает. Мы взяли, по сути, в аренду Брянск-Львовский, и он себя исчерпал. То есть необходимо развивать эту станцию. Мы, соответственно, готовы в этом процессе участвовать вместе с грузовладельцами, подписывать более длинное соглашение. И у нас есть готовность грузить прямые поезда. Сейчас это по вагонной упростке. Спасибо огромное вам за этот конструктив. Александр Сергеевич Ворошнин, вы нас слышали? Вот пожелания коллег по нарядзаказам. Это мы дальше пойдем по классификатору. Александр Сергеевич, вы с нами? Да, коллеги, я с вами. Я с вами на все могу ответить. Не нужно на все. Самое главное, чтобы услышали, насколько решаема проблема коллег сейчас как раз в классификаторе. Ну, очень интересное предложение получили генератору. Мы, кстати, по-прямой, безусловно, сдача к территории с бассейнем. Логика безусловно-разнообычного, где генератор был в этой очереди, потому что он, в связи с ней, не сделанным физическим средством, который должен провожать и этот состав, поэтому безусловно, а этот состав, в соответствии с агропродукцией, у нас другого, и поэтому, конечно, здесь очень эффективно, что мы с вами должны быть. Коллеги говорили о том, что есть проблема в классификаторе, что необходимо выделять. Ну, я еще раз повторю, в сборных отправках есть, в частности, в сборных отправках, это отдельный вид груза, который уходит из продуктов питания в более низкие. А тем не менее, внутри себя он состоит, скажем так, из конкретных продуктов питания именно. А это как раз для малого-среднего бизнеса поставки, для небольших сетевых магазинов на Дальнем Востоке. Хотели бы тоже это доработать, Александр Сергеевич, вам подбросили пищу для размышлений. А мы сейчас под флаг Кахид застаем. Александр Константинович, вы с нами? Мы к крупным контейнерным игрокам сейчас идем. Александр, я не буду вас спрашивать, что хорошего. Если есть желание, вы обязательно эти цифры обозначите. Я хочу вновь услышать ответы о том, что не так. Коллега, пусть они говорят, у них маленький сегодня объем, и то у них есть проблема, мне сегодня говорят, на ряд заказов, согласование заявок. Как остро для вас эта проблема сегодня стоит, несмотря на ваши большие объемы. И знаете, когда я готовилась, посмотрела информацию в очередной раз. На ВЭФе вы подписывали соглашение, там прекрасная фотография Иванова, Дегтярева, Шила, и ваш комментарий о том, как замечательно развивать транспортно-логические центры, усилять нашу опорную сеть. Что есть сейчас по Хабаровску-1? Да, Марьян, добрый день, добрый день, добрый день. Спасибо за голос. Мы начнем, наверное, с того, что действительно, мы продолжаем активно развивать вашу силу, и Хабаровск не является исключением. Одна проблема сегодня такая, которая является сильным, это уже, так сказать, ну, понятно всем, тяжело, в условии, в положении возможностей. Но даже получение технических условий стало еще сложнее. Нас сейчас отправляет 2030 год. Поэтому Хабаровску сегодняшний день в планах есть, мы сделали сильный проект для решения, ставились на выдачу технических условий. И я думаю, что когда мы согласуем, то ближе к 30-му году, безусловно, наш перман появится. В отличие от Альнего Востока, от Артема, на который нам получили все соответствующие предмечения, мы активно на территории Восточной дороги работаем и двигаемся вперед, планируем. Там все-таки постараться до конца года первый поезд принять. Вот мой, так будет, и стройка до конца. Что касается проблем на вопросах, но безусловно, сокращающийся на ряд заказов, а я об этом говорил, на продвижении еще на лаве, о том, что минус 50% стоит зрение по всем дорогам в отношении к 2023 году. Вы сейчас про дальневосточную железную дорогу. Вот эти цифры вы обозначили по ДВЖД. Я говорю, да, с выездом из европейской части на ДВЖД. И, конечно, не будет. Если взять простую статистику, то КФЦ 2 давно уже напросили. И на каждые везенные 2,5 импорта из контейнера отправляется один экспортный. Наш год безусловно 1 в 3 в ближайшее время. И мы, в том числе, находим пяти вывоза экспортной продукции через Казахстан, в Китай, через другие туховарные программы рекорды, через Санкт-Петербург, через МИД. Поэтому та необходимость, безусловно, на ДВЖД, она существует, но в ДВЖД приходится довольствоваться тем, что есть. То есть, я сказал, что около 21% контейнерщики могут порваться только, скорее, минус 50% на Дальний Восток. Пока ли виды такие. Нам обещают их частично восстановить. Надеемся, что это произойдет, и мы все-таки погоду увидим другие цифры. Что сказать еще? Ну, наверное, кто отсыл сказал, Николай Викторович, увеличенный контейнерный полетат, но это не полно. Это большое спасибо ЦД, большое спасибо ЦД за те клины, которые они все нагручивают. Мы готовы отправлять и 122, и 128. При развитии, соответственно, новых миток и новых контейнерных поездов, остается единственное увеличение длины. И мы соответствующие технологии подписали, и попросили ЦД на следующий период дать нам и 128, направлять и 122, и 115. Все те длины, которые будут готовы российские железные дороги принять, мы в нашей сети ТЛЦ готовы отправлять. Александр, ну давайте честно, все-таки это у вас станция готова, как современные? Как современные. Они будут по условным будет. Сегодня мы готовы отправлять любые длины. То, что вы готовы, мы это понимаем. Давайте будем честны, что все-таки даже 71 условный, который сегодня обязательный, не всем удобен. Есть и станции из прошлого времени, у вас это современное, но это принимается. Вы же слышали выступление Михаила Олеговича в самом начале, когда мы говорили о малом-среднем бизнесе. Он очень аккуратно сказал, что все-таки здесь не совсем вопрос к перевозчику. Я к вам, как к контейнерному оператору, к тем, кто формирует поезда, задаю вопрос прямой. Вот вы готовы сегодня работать с теми, кто хотели бы встроиться в ваш маршрут и взять этот один контейнер. Это же не только головная боль железной дороги. Это в большей степени, конечно же, прилетает к вам. Потому что одна история, когда вы работаете с каким-то крупным бизнесом, опять же, берете себе его, обоснованно совершенно, да, это ваше право. Но они-то тоже хотят ехать. Почему вы с ними не работаете? Может быть, работаете. Они вам интересны? Интересен каждый контейнер. Нет такого, что он не интересен. Есть работа с экспедиторами, есть работа напрямую с грузовладельцем. И тот и тот вариант, мы работаем. Мы не сделаем выбор между тем-то. Можно идти со своим внутренним составом, можно воспользоваться нашим, можно отправить по вагонку, можно отправить контейнерный поезд, можно отправить контейнерный поезд повышенной длины, можно отправить и так далее, и так далее, без остановок. У нас нет никаких разделений. Поэтому карточный контейнер для нас важен. Сегодня говоря о технологиях, то есть увеличение длины для вас это ключевой параметр, к которому вы сегодня стремитесь. Другого не дано. Мы реально, мы на том, что все цифры услышали, другого не дано. И там, где Халлинин считал, что уже 16% реализованы, я считаю, что эта цифра может дойти до 50-60%. То есть здесь развиваться еще очень сложно, и мы не загорали предоставление контейнерный поезд на 3000 тонн, а он будет весить 6-7 тысяч тонн, и меньше, чем мы уже. И тогда в сравнении с УВИО, конечно, в Российской Федерации эти тени будут переводить контейнерные перевозки. Это целое исследование МИСП на эту тему уже сделало и ознакомлено вообще по экспорту. Согласна, да, но все-таки давайте опять же обозначим цифры, да, что все-таки за 4 месяца текущего года. Вот я к Сергею Волкову по гудку. Сергей, у вас же была статья 9,4, да, у нас был рост за 4 месяца по контейнерным перевозкам. 9,4. Да, Мария, но это за счет транзита. Мы же не транзит вычаянием. Конечно, нет, они же красивые цифры дают. Я согласна с вами. Вы очень четко и правильно сейчас поправили. Безусловно, да, но в целом цифра, если мы не смотрим, а на общий показатель, то вроде как рост. И все, наверное, думают, ну… Я вам открою за детали. Так точно. Мы оставляем этот диалог, едем дальше. У нас есть и другие спикеры. Спасибо большое, Александр. Василий Евгеньевич Колодезников, компания Transamur. Одинаковые вопросы буду сегодня к тем, кто у нас в пленарной дискуссии. Василий Евгеньевич, на ваш взгляд, насколько похожи проблемы, которые сегодня обозначили ранее контейнерные операторы и угольщики. И какие технологические решения вы сегодня видите для того, чтобы проехать? Железная дорога обозначила параметры, которым стоит стремиться. И есть ряд работ, которые сегодня проводятся и в перспективу будут проводиться. Влияют они на вас или на эти работы? Как бы видите ли вы, что с их внедрением, с этой технологией станет как-то лучше? Добрый день. Слыша, нет? Да. Ну, мы вообще компания региональная, больше работаем на Дальнем Востоке. Это Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск, Первая речка. Работаем уже больше 20 лет. Но в основном это внутрироссийские были перевозки. Последние пять лет мы работаем на Китае, экспорт в принципе в материал СОЯ. Что я могу сказать? Да, проблемы бывают, но в принципе мы их в рабочем порядке решаем. У нас, как таково, таких сильно трудностей нет, как у москвичей. В принципе, по региону я не вижу. Потому что мы, в принципе, когда проблемы есть, мы встречаемся, нам подсказывают, какие письма написать. Какой-то перечень проблем у вас? Возникает какая проблема? Давайте начнем по порядку. Да, допустим, были ГУ когда-то проблемы здесь по региону, в принципе, мы приходили, встречались с ДФЦТО, доказывали свои, так скажем, интересы, правоту. В принципе, у нас это понимание было, вопросы решались. Согласование заявок, еще что? Да, по вагонам тоже проблем как бы нет. Нас как бы, мы в основном на МЧЭ работаем через трансконтейнер, тоже понимание по вагонам есть, в принципе, под наши погрузки вагоны всегда есть, отгружается все четко по расписанию. Даже в последний день нам идут навстречу. Весь объем, который сегодня вы предъявляете, у вас забирают? Да, у нас здесь по Дальнему Востоку, по крайней мере, проблем нет. А можно обозначить цифру? Вот вы говорите, мы работаем в этом районе. Ну, цифру я, наверное, сейчас не скажу, да, но мы порой грузили по 4-5 поездов в месяц со станции до Благовещенска, с Хабаровска, ну, с Приморья где-то 1-2. Какой-то груз? Это, в основном, пиломатериал соя. В этом году, как бы, маленькое падение идет, и оно обосновано тем, что в Китае упала цена на сою. В принципе, как бы, китайские наши партнеры, они это все обосновали. Ну, это, как бы, тенденция такая, в принципе, бывает, 4 года рост шел, в принципе, отгрузка шла массово, поэтому проблем не было. В этом году цена упала, но у них на другое зерно, как бы, в этом году, как бы, они обещают рост. Ну, посмотрим. Для вас развитие инфраструктуры и внедрение новых технологий сегодня играют роль или нет, говоря о вашей внутренней погрузке? В принципе, как бы, у нас по станциям понимание есть, да, допустим, если у Суриска она немножко маловато, может быть, да, допустим, но самое-то главное – это компетентность. В принципе, идут навстречу, понимают, решают проблемы. Проблемы, которые возникают, мы решаем. В принципе, также на Городоэку у нас какие-то вопросы возникают, также идут навстречу. В принципе, мы за столько лет уже выработали какие-то, наверное, отношения нормальные. Как бы, когда мы обращаемся, когда мы идут навстречу, проблемы решают. Сегодня, допустим, мы новый проект с китайскими партнерами разрабатываем, отгрузка в опентопах через Уссу-Риск. Насколько это интересно для вас технологии сегодня? Тема как бы новая, в принципе, как-то мы год назад пробовали, у нас пока не пошло. Но вот в этом году более интересно стало. Почему? Китайские партнеры хотят так отгружать в опентопах. В принципе, мы опытную перевозку организовали в этом году, в этом месяце. Контейнера пришли с кирпичом у нас, ушли с углем. В принципе, также на опентопы претендуют они зерно грузить. В принципе, понимание железной дороги есть. Нам даже внепланово ГУ согласовали, когда мы, скажем, объяснили, что это у нас опытная перевозка. В принципе, написали письма, нам отреагировали, все сделали. В принципе, в течение двух дней, по-моему, согласовали. То есть вы видите в этом перспективу сегодня, опять же, с учетом заинтересованности? Наши китайские партнеры, да, они видят в этом перспективу. В принципе, как бы хорошее рабочее направление по другим регионам, она очень сильно работает. В принципе, наши партнеры, которые работают по восточности Сибири, они уже давно работают активно. В принципе, у них активно все это идет. Мы постоянно с ними на связи. Через Уссурийский, я думаю, что тоже это направление очень хорошее. Хорошо, финальный вопрос к вам. Говоря о конкуренциях между железной дорогой и другими видами транспорта внутри региона, очень здорово, что у нас сегодня как раз в пленарной дискуссии. Если что-то не так на железной дороге, вы очень быстро переориентируетесь на транспорт, тот же автомобильный или нет, с учетом ваших объемов, которые сегодня есть. Говоря о том, заинтересована сегодня ли у вас железная дорога. Вот вы решаете эти проблемы, говорите, да, насколько нужно все-таки ходить сегодня и по-прежнему разговаривать, когда это можно согласовать, наверное, в каком-то режиме удаленном. Есть вариант, но не здесь, так там проеду. Или вы заинтересованы тоже сегодня в железной дороге? Нет, ну, в первую очередь, мы уже 20 лет работаем, конечно, мы заинтересованы. В принципе, нам уже эти станции все родные. Начнем с того, да. У нас свой автомобильный транспорт очень большой, в принципе, направленный под контейнерные перевозки. Как бы, да, сегодня, допустим, у нас есть конкуренты китайские, которые машинами вывозят. Возят, возят. Допустим, особенно короткое плечо через Уссурийск. Мы можем им конкуренцию спокойно составить в тех же Упентопах, да, отправлять. Для них это очень интересно, в первую очередь, тем, что там меньше с ними различных проблем. Во-первых, с экологией проще. То есть у них тоже очень много на той стороне требований. Спасибо большое. Коллеги в зале, пожалуйста, сформулируйте свои вопросы. У нас есть микрофон. Я думаю, что как раз 20 минут до окончания дискуссии может быть замечательно. Михаил Олегович, вы с нами на связи. Александр Сергеевич, Александр Кахидзм, можно всех на экран, да, вывести. Представляйте, пожалуйста, компания. Кому вопрос? Восточная стивидорная компания, заместитель генерального директора, широкостудмитрий. Во-первых, с чего бы хотел начать, Михаил Олегович, Евгений Владимирович, хочется сказать благодарность российским железным дорогам за ту организованную работу, за то совместное взаимодействие, которое мы на сегодняшний день имеем. Это действительно очень важно. И это не просто слова, это те результаты, которые сегодня есть, недостаточно большие, эффективные. И уверен, что будут еще большие достижения. Михаил Олегович, у меня буквально два момента, два вопроса, которые хотелось бы сегодня обсудить. Они, может, такие с порядка, наверное, оперативной работы, но все-таки на сегодняшний день для нас они очень важны. Первый вопрос, это касается, я уже на брифинге тогда это озвучил, Михаил Олегович, касается выделения графиковой нитки на станцию Белый Раст. Мы сегодня максимально занимаемся тем, чтобы привлекать импортный грузопоток. Наверное, то наличие импорта, которое сегодня у нас, оно не совсем то, которое было. Этим занимаемся и вот привлекли направление на Белый Раст. Сегодня на терминале находится 760 ДФ, которые готовы к отправке. Мы буквально недавно уделили на два поезда, это временные нитки, но хотелось бы, потому что это направление будет развиваться, это высокодоходные направления, это автомобили и для экономики государства с учетом утилизационного сбора. И мы знаем прекрасно, что Белый Раст это проект актив российских железных дорог. Вот хотелось бы получить постоянную нитку, тем более, что данная нитка с Дальневосточной железной дороги есть, просто там не включена станция находка. Можно, пожалуйста, извините, коротко вопрос второй, потому что я надеюсь, что еще есть вопросы в зале. Второй вопрос здесь касается бросания контейнерных поездов. Михаил Олегович, мы все прекрасно понимаем, это оперативная мера, это регулировка, тем более сейчас в условиях летней путевой кампании. Здесь только будет одна просьба, это по срокам бросания. Хотелось бы, конечно, максимально сократить вот эти сроки, чтобы не происходило такого, что поезд бросили, простоял он опять, поднялся, бросили, простоял, и в итоге доходит до того, что поезд до порта перевалки следует практически месяцем. Спасибо большое. Спасибо. Давайте прокомментирую с вами, Марьяна. Да, конечно. Да, по первому вопросу коллеги, мы в прошлом году перешли на календарное планирование нитокрафика контейнерных поездов, поэтому понятие постоянной нитки на сегодняшний день не показалось неэффективным. За прошлый год проанализировали количество используемых нитокрафика, которые были заложены в графике движения 2023 года. Заполняемость нитокрафика составляла всего лишь 13%. То есть на 13% использовался эффективно график движения поезда. Все остальное, это были, скажем так, такие нержанщики, которые шли поперек вариантных графиков, шли поперек окон, которые, скажем так, больше усугубляли проблемы, чем решали проблемы выводов. Поэтому при календарном планировании подавайте заявки 71 условных раз, календарное планирование 20 помнитично, и ваши заявки установленным порядком будут рассмотрены. Мы сегодня разрабатываем месяц СТО установленным порядком, так же, как мы планируем любую перевозку, что за 45 суток должна быть подана заявка на перевозку, чтобы успеть ее проработать, наложить на вариантные графики и минимизировать те риски, о которых было сказано во втором вопросе, по возможности отставления, от движения поезда. Почему это происходит сегодня, особенно вот вы правильно отметили и заметили в течение графики, потому что вот такие неожиданные нитки, которые назначают СТО, согласовывая СТО и проходят, они идут поперек тех технологических локонов и приводят к тому, что необходимости отставления этого поезда от движения с последующим подъемом. Также разработали регламент взаимодействия и сегодня проходит согласование регламент работы в чатах, которые сегодня используются. Это 7 чатов по основным родам подрубки, в том числе и чат по контейнерным перевозкам, где оперативная информация позволяет принять, принимать управленческие решения. И также разработали сегодня методику по подъему временно отставленных от движения поездов по срокам доставки груза. То есть не по приоритетности груза, как было до этого, что груз 2-го, 3-го класса поднимается перед 1-м классом и так далее, а именно по срокам доставки. И по этому приоритету будет осуществляться работа. В этом направлении будем дальше развиваться. Михаил Олегович, можно дополнительный вопрос по малому и среднему бизнесу? От вашего ответа задавал вопрос Александр Кокидзон, сказал, что все открыты. В принципе, пожалуйста, давайте встраивайте нашу систему. Насколько сегодня, по вашей оценке, готов рынок крупный принимать мелкий бизнес и помогать его развитию и установлению неких правил игры и их тоже на железной дороге. Марьяна, я бы на 2 части раздавал этот вопрос, потому что мы опять в наших дискуссиях скатываемся от местной работы и внутрироссийских перевозок к экспортам. Безусловно, потому что... Да, если мы говорим про внутрироссийские перевозки, и действительно здесь необходимо общим фронтом выступать и добиваться, чтобы внутрироссийские перевозки, вне зависимости от рода груза и класса, они имели преимущественное отношение перед другими видами груза. И сегодня рассматривается внесение изменений во временных правилах по приему перевозки грузов, поэтому давайте совместно это вместе с правительством дорабатывать эти временные правила по приоритизации. Что касается включения малого-среднего нужного бизнеса, если мы говорим про контейнеризацию, то вопрос формирования массутость здесь, конечно, и по срокам доставки, и по надежности значительно выше, чем те повагонные отставки, которые сегодня формируются и на Дальнем Востоке, в принципе, и по всей сети. Поэтому в данном направлении предлагаю использовать такие услуги, как грузовой экспресс, как контейнерный маршрут, которые позволяют более оперативно с этим поездом работать. Спасибо большое. Уважаемые клиенты в зале, еще вопросы, пожалуйста. Да. Представьте, пожалуйста, и кому вопрос. Добрый день, коллеги. У меня одно предложение, одна маленькая реплика и вопрос Михаила Олеговича. Колобков Анатолий, компания «Новатранс», директора по перевозкам. Марьяна, про движение «Восток». Между про и движение две палочки, они красные. Движенцы воспринимают, как это две нитки графика, причем они четные, но почему-то в данный момент пассажирские, потому что красные. Нужно вот в этом аспекте посмотреть, вот этот слоган. Давайте дизайном займемся мы. Да. Ну, может быть, синее, да, может быть, тут хладотранспорт. Это реплика. Ой, вернее, это предложение. Реплика. Старые добрые времена машиниста, отправившегося с пассажирской станции на две, на одну, на три минуты раньше, пожизненно снимали с работы. Вот он был профнепригоден навсегда, ни в одном дипо его на работе не брали. Сегодня наше совещание началось на три минуты, на три минуты раньше ролик, на две минуты раньше совещание. Ну, хотелось бы, чтобы все было четко. Вопрос давайте четкий. Значит, вопрос, Михаил Олегович, и вопрос к вам. Вот смотрите, как все, контейнер в полувагоне. Как все начиналось, мы все очень хорошо помним. Ну, тут дуализм. Во-первых, контейнер как таковой вывозился с портов, и во-вторых, полувагон, я про во-вторых, полувагон двигался с востока на запад, в четное направление, он одновременно и возвращался. До этого, много лет до этого, были там диссертации, были исследования о том, что не повысить ли провозную способность, в частности, восточного полигона, сейчас мы говорим про алимитирующее сечение восточного полигона, не повысить ли провозную способность как таковую. И когда принималось решение в РЖД все-таки повторно или в третий раз разрешить контейнер в полувагон, было разрешено, и сегодня мы сказали несколько раз о том, что столько-то поездов было отправлено, Евгений Владимирович об этом сказал. Михаил Олегович, посчитали, не знаю, правильно или нет, давайте скажем, ведь Марианна сейчас снова так вот, все-таки же это фитинговый вагон, все-таки же его нужно, это фитинговый вагон. Давайте с точки зрения провозной способности посчитали, вроде бы 7 или 9 ниток графика ежесуточно освобождается для провозной способности по лимитирующему сечению. Так ли это? Ну или скажем об этом слух, все-таки это очень серьезный аргумент для вот именно этого общего дела, о котором мы все как бы на это работаем. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно интересная технология. И хотел немножко поправить Марианну, когда вопрос был по переходу на перевозку полувагона, что наши клиенты развивали терминалы и так далее. Напоминаю, что это была действительно вынужденная мера, и зачастую это были перепрофилированные терминалы, не приспособленные для перевозки контейнеров, и та технология, которая использовалась по загрузке полувагона, она действительно решила проблему. 17 схем погрузки полувагона были разработаны, 11 типов полувагонов, которые позволили решить эту проблему. По поводу использования полувагонов и высвобождения нитографика, действительно, сегодня до 5 поездов полувагонов выводятся с Дальнего Востока, 3-несуточного, то есть 5 ниток высвобождаются в обстричном направлении, что дает нам возможность заполнять эти пропускные способности альтернативных групп. Ну и еще одна задача, которую мы решаем по 3 работе с полувагонами. Коллеги, неоднократно поднимал этот вопрос, думал обойти его в этот раз, но, наверное, получится. У нас парк сегодня подвижного состава растет, превышая забытие. И сегодня на сети уже 1 344 000 вагонов, из которых 240 000 вагонов не участвуют в перевозочном процессе. И это те емкости, которые сегодня заполняются подвижным составом, не давая возможности движения. И технология, которую сегодня отрабатываем с общенниками подвижного состава, это отбиваем инновационный парк. И сегодня только 6 операторов подвижного состава подписали с РЖД согласием формировать инновационный парк. Что мы получили? Мы за полгода только на 6% увеличили наличие инновационного парка на Востоином полигоне. Доля которого составляет сегодня из всего инновационного парка только 45%. А цифры, которые могут дать эту технологию, Евгений Владимирович уже обозначил, это 6 миллионов тонн дополнительного объема по тем же самым низкам, которые мы сегодня с вами не ведем. Сегодня в графике заложено на май месяц только 10 составов угля, полностью состоящих из инновационных вагонов из Курсбасса. Это 14% от всего угля, которое выводится. То есть здесь там есть еще куда рассеять. И данная технология, она действительно эффективна и с точки зрения использования процессных проводных способностей, и с точки зрения использования подвижного состава. Ну и, наверное, как продолжение вопроса, что технология перепутки полувагона на пикинговую платформу и задействования полувагона в перевозке контейнера, она сегодня учтена в расчете потребного парка полувагона под подгрузку. Потому что были риски, и мы действительно взносили существенные корректировки в методику расчета потребного парка для того, чтобы эта услуга, она была привлекательной как для российских железных дорог, собственников груза в контейнерах, так и собственников подвижного состава. И сегодня этот расчет учитываем. Спасибо большое, Михаил Олегович. У нас остается буквально 7 минут. Коллеги, пожалуйста, последний вопрос. Четко, на минуту. Михаил Олегович, ответ на 3 минуты, пожалуйста. Ладно, тоже коротко. В первый ряд, Ирина, микрофон. Михаил Олегович, слышно? Михаил Олегович, Евгений Владимирович, спасибо, что собрали нас в очередной раз в этом формате с возможностью в открытом диалоге пообщаться, позадавать вопросы, получить какие-то компетентные ответы. Понятно, ложка дегтя, что тяжело всем, и все хотят увеличения объемов, но в условиях все-таки развития и реконструкции БАМа, простите, не представился, Ваня Натрансуголь, Максим Чук Алексей. Сложности, значит, у меня есть все-таки вот такое предложение. Мы понимаем, что 24-й год для стивидорных компаний, он будет тяжелым в плане получения тех объемов, которые мы хотим, но на сегодняшний день, вот вы сейчас задаете вопросы, Евгений Владимирович вчера нас собирал, аналогичный вопрос маршрутизации. Значит, учитывая, что изменился вектор, идет развитие БАМа, но план формирования, который сетевой сегодня есть, он не поменялся. Предложение, учитывая, что участок Ванино-Комсомольска не имеет никаких погрузочных ресурсов, это полувагон, который идет на выход. Плана формирования, ближайшее назначение, минуя Комсомольск, разгрузить его, хотя бы дать возможность на период реконструкции Белогорск, технические маршруты с Ванинского узла. И второе, это все-таки сложность, опять же, Ванинского узла, это занятость инфраструктуры, логические контроли. Может быть, в период реконструкции, как временную меру, исключить вот эти вот логики и дать возможность выезжать с узлов, потому что пока идет стройка, однопутный участок, пропущенная нитка, вы сами понимаете, она уже не восполнится. Спасибо. Спасибо большое. И завершаем ваш ответ. Спасибо. Это как раз и продолжение по работе с полувагонами. Коллеги, ну, прежде всего, если мы снимаем какие-то ограничения и делаем проференции для одного из направлений, ну, давайте объективно говорить, мы выделяем оператора подвижного сустава и здесь вопрос недискриминационного доступа к центру структуры напрямую нарушает. Поэтому технология, я немножко с вами не соглашусь, по поводу изменения плана формирования. План формирования сегодня меняется ежемесячно и в течение месяца несколько раз с учетом тех изменений, которые сегодня приносит нам рынок. Что касается выделения, БАМа и Танциба, особо условий и так далее, также с вами не соглашусь, потому что цифру уже обозначил. 240 тысяч подвижного сустава сегодня излишне. Если эти 240 тысяч подвижного сустава ограничить с восточного полигона, то надо понимать, что эта вся нагрузка ляжет на европейскую часть, на Дово-Черноморский, Бассейнг и Северо-Западный, который сегодня, так же, как и восточный полигон, перегрузил. Поэтому только совместная работа по отставлению неиспользования подвижного сустава на малоинтенсивных участках, на путях необщего пользования дадут нам результаты. Спасибо огромное. Спасибо, Михаил Ильич. Мы... Да, если позволите. Вот мы четыре основных направления, которые сегодня дают наибольшую эффективность уже затронули. Это, напомню, работа с инновационным подвижным суставом 1, это работа с пораженником и неиспользованием подвижным суставом 2, это увеличение массы и длины поезда 3. Четвёртое направление, которое также хотелось бы озвучить, это работа по специализации портов и терминалов под рода груза, то, о чём мы с вами также проговорили, по контейнеризации. Потому что на Востоке у нас всего лишь два терминала, которые специализированы для работы с контейнерами. И пятое направление, которое не менее важно, и здесь необходимо будет поддержка всех участников рынка, и в том числе и поддержка со стороны правительства Дальневосточного федерального округа, это езда в отличном направлении грузовой части. Приведу только несколько цифров. В этом году в очередной раз поставку на энергоносители, конкретно на уголь, для обеспечения мульта топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа выиграл Кузбасс. А это немало, немного, за 4 месяца это полтора миллиона тонн груза, которые мы перевезли. Это плюс 50% уровня 23-го года только угля. Вместо комбиниров, вместо леса, вместо рыбы и так далее. Такая же ситуация у нас идет с нефтепродуктами. У нас почему-то весь завоз нефтепродуктов, а это также в 4 месяца 3,5 миллиона тонн груза Дальневосточный федеральный округ выиграли европейские компании, имеется в виду, что компании, которые находятся в европейской части России, которые мы везем через всю Россию, а нефтепродукты, которые производятся в Дальневосточном федеральном округе, почему-то уходят на экспорт. Поэтому, коллеги, давайте вместе в этом направлении также поработаем, чтобы не было встречных, неэффективных, как порожних, так и груженных потоков. Спасибо большое. Спасибо вам за эту работу. Отключаем вас онлайн и желаем продуктивного дня. Михаил Ильич Глазков, спасибо большое. Это правда, мне кажется, очень важно для всех, кто были сегодня в зале и для тех, кто услышит потом нашу сессию. Ну что ж, коллеги, 16.29, время местное. Мы завершаем. Я благодарю абсолютно всех. Вот любители философии, это я про себя сейчас, вы сказали о дуализме. Так вот, если я ничего не путаю из курса институтского, философской науки, дуализм — это когда мы видим картину мира с вами, независимы друг от друга, и признаем, что вы видите ее так, а я признаю ее так. И мы понимаем, что у вас такое начало, оно имеет право на то, чтобы быть. А у меня вот такое начало, вот такие две полосочки, и вот такие они красненькие. Это просто шутка, чтобы как-то мы повеселее заканчивали эту дискуссию. Коллеги, вот мне кажется, в этом дуализме мне очень нравится, что, как показалось сегодня, вы независимо друг от друга услышали созависимость друг от друга. Когда сейчас Михаил Олегович очень четко обозначил те направления, по которым вам и им всем вместе необходимо идти, мне кажется, что очень важно видеть себя внутри всей сети. Когда мы говорим о том, что нам бы хотелось поехать, мы бы хотели больше, другие тоже хотят больше. И принимать вот это картине мира, понимание других, и что так сложилось, что в Российской Федерации одна железная дорога, может быть, если их было бы несколько, например, как в Штатах, да, частные дороги, может быть, ситуация была бы другой, но и там не лучше с точки зрения перевозочного процесса. Поэтому всем спасибо за то, что говорили, за то, что спрашивали, за предложения, спасибо, мы их обязательно рассмотрим, за инициативность и за то, что, несмотря на объемы, в частности, вы готовы сегодня быть участником этого со-развития. Но это не финал. Сейчас будет более красивый финал. И чем отличается дальневосточная дорога? Помимо того, что они готовы говорить о проблемах в открытую, я вам говорю сейчас абсолютно честно. Все-таки, когда спрашивают железнодорожников, мне хочется поставить ту сторону на место железнодорожников, и сказать, а вот ты попробуй вот на этом месте сказать, что у тебя падение, признать это падение. Частника в общей картине мира, возможно, не заметят. А железнодорогу, в силу того, что она одна, обязательно заметят. Поэтому мы завершаем красиво. И сейчас главный железнодороги на этой дороге обязательно вручит и отметит тех, кто помогли дальневосточной железной дороге в работе и предоставили тот груз, который так и необходим. Евгений Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Игорь Негода.